Всем привет! Посмотрите на это солнышко. Мы вернулись в больницу час назад. И он дрыхнет на диване все это время. Спи, Сёма, спи. Спи, мой хороший. Посмотрим, он пережил хорошо. Раль сказал, что это не абсцесс, что это опухоль. Приписала нам таблеточки, которые могут остановить рост опухоли. Сегодня начнем давать. Такой лапа, спи, тебе. Дрыхнет на диване. Я его уже даже сегодня до выгула не буду. Садить в клетку. Зачем его садить в клетку? Ему хорошо здесь. Здесь. Сказали нам, короче, что если опухоль будет продолжать расти, так как, ну, я ей сказала, что опухоль я заметила только 4 дня назад, ее не было до этого. Она говорит, раз она так быстро растет, то, возможно, придется оперировать. Таблетки нужно давать ему раз в день, одну восьмую таблетки. Забыла название, ну, я их купила уже. Вообще, вылетают у меня названия из головы. Если что, под видео напишу в описании, как называются таблетки. Впрочем, это не обязательно, все равно, наверное, самолечением заниматься не нужно. Если есть ротолог, то лучше спросить, пойти. Короче, нужно их принимать 30 дней по одной восьмой таблетке. Продолжать лечение мочевого. И если через 15 дней, ну, как бы за 15 дней будет, конечно, понятно, приостановила она рост или нет, или опухоль сильно растет. И если она будет действительно сильно расти, то придется оперировать. Она говорит, ну, у нас не будет другого выхода. Конечно, я у нее уточнила по поводу возраста, что крысе 2 года и 5 месяцев. Она сказала, что это очень, конечно, хороший возраст, и что Сему хорошо выглядит на этот возраст. Также я с ней посоветовалась по поводу крысы с питомника, спрашивала. Ну, как бы хотелось узнать ее мнение, она тоже держит крыс. Спрашивала у нее, как она считает, стоит ли брать крысы с питомника, или все-таки брать их где придется, на рынке. Она говорит, что с питомника, конечно, хорошо, наверное. Живут, говорит, они нормально. Все равно, говорит, срок жизни крысы это 3 года. Больше трехлетней крысы, говорит, я не встречала. С питомника она, либо не с питомника. У нее с питомника крыс еще не было. Она постоянно пытается взять, но ей попадаются... Ну, так слаживается жизнь, что ей попадается кто-то, и опять она не может из питомника. Живет тут, который есть. Вот сказала, что, конечно, ну, возможно, да, у них не будет онкозаболеваний. Но все равно как бы 2,5-3 года это потолок. Я говорю, то есть Семке 2 года и 5 месяцев. Она говорит, это очень хорошо. Ну, как бы, да, он очень хорошо выпитит на этот возраст. Сказала также ей, что бусинка у нас прожила 2 года и 9 месяцев, крыса рожавшая. Она тоже удивилась, говорит, это хорошая генетика. Ну, как бы я и сказала, что он ее сын. Просто, видимо, Семе повезло с бусинкой. С бусинковой генетикой. Больше попало ему от мамы, а не от папы. Такое солнышко. Я хожу туда-сюда, он спит. Такое солнышко на диванчике. Такое заянько мой. Такое заянько. Так хорошо ждал. На ручках сидел, пока мы ждали приема у врача. Лизал мне ручки. Мастился поудобней. На маршруточке нормально мы съездили. Он же все-таки на дачу ездил. Он знает, как бы, и запахи маршрутки, и запахи разных людей. Но его не пугают. Шум маршрутки его не пугает. Нормально съездили без стресса. Чуть-чуть порфирин с носика от стресса выделился у него. Ну, чуть-чуть совсем. Бывало и больше. Даже у Семы бывало и больше. Вот если его, ведь он раз в жизни пыталась покупать, выделяется. Даже когда я ему хвост мою, бывало, я ему мыла хвост под краном, тоже сразу с носа порфирин течет. Но все равно не сильно. У него нормально. Вот у куста у него прям брызжет вообще. У него... Стоит ему чуть-чуть испугаться, у него прям течет сразу порфирин с носа. Вот такая моя зайчка. Будем продолжать лечение, держать вас в курсе событий. Подумаем насчет операции. Ну, есть еще две недели подумать и посмотрим по состоянию Семки. Может, и не стоит делать операцию. Может, мы только ускорим. Может быть, без операции с опухолью большой он дольше проживет. Всем пока-пока. Спасибо за поддержку. Субтитры сделал DimaTorzok